Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. С нами на прямой связи по скайпу наш сегодняшний гость. Политик Максим Кац. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните. Звоните также из-за рубежа. Код «Латвии плюс 371» и пишите в WhatsApp 2306191. Новость о возможном отравлении Алексея Навального. Она всколыхнула общественность сегодня. Что вы можете сказать о происходящем? Ведь с Навального вели дискуссии, дебаты и даже были заместителем руководителя его штаба. Да, но совершенно ужасная история. И само отравление, и то, что его сейчас не выпускают в Германию, хотя самолет уже прилетел, и все готово к тому, чтобы он уехал. Его не выпускают. По всей видимости, для того, чтобы следы отравляющего вещества не могли обнаружить немецкие врачи, потому что российские врачи о них ничего никому не скажут. В России есть история политических отравлений и политических убийств. В частности, отравление из недавних. Это Петр Верзилов после того, как он устроил акцию в финале чемпионата мира по футболу и выбежал на поле в форме полиции. И вот ему... Искали, как ему отомстить, и вот его отравили. И он тоже лечился в Германии, но, к счастью, все в порядке с ним в итоге. И Владимира Карамурзу тоже были отравления. Но все знают про убийство Бориса Немцова. То есть это такое вот... У путинизма есть такой способ ведения политической борьбы. К сожалению, мы его видим сейчас. Это ужасно. Я надеюсь, что с Навальным будет все хорошо, и что он выздоровеет, и восстановится полностью. Ну почему, на ваш взгляд, используют именно яды? Потому что вы как раз упомянули тех, кого отравили. Бориса Немцова застрелили. Но, тем не менее, действительно прослеживается, что яды, отравляющие вещества или радиоактивные вещества, как в случае Литвиненко, используются именно чаще всего. Почему такой стиль, как считаете? Не знаю. Я не могу предположить даже, что в голове у тех людей, которые предпринимают такие решения, и почему они выбирают те или иные способы, это вообще невозможно здесь предположить. Да, но мы все же надеемся, что Навального вывезут за рубеж, и там уже будут окончательные результаты анализов, которые смогут нам дать четкое представление о том, что происходит, несмотря на то, что действительно большинство его сторонников, ну сторонники его, наверное, все, но и даже его противники некоторые склоняются к тому, что это действительно было отравление. Но медики, в частности, говорят о повышении сахара в крови у него и нарушении обмена веществ. Что это стало? Да, ну так это про это врачи уже сказали, что это следствие отравления на нарушение обмена веществ. Это не то, что он вдруг живет себе человек, вдруг у него бац, и обмен веществ сам по себе нарушился, и он в больнице так вот в коме оказался. Я не знаю, вот может любой слушатель подумать о том, сколько он знает в своей жизни знакомых или дальних даже знакомых-знакомых, с которыми так случилось, что они ни с того ни с сего вдруг бац и в коме. Так не бывает с человеческим организмом. Конечно, это вызвано внешними причинами, это понятно. Ну, в частности, врач, по крайней мере, главный врач, как я понимаю, Омской больницы, опроверг информацию об отравлении Навального и конкретно указывал именно на обмен веществ, на повышение сахара в крови. На естественные причины происходят. Это называется не опроверг, а отрицает. Это большая разница между опровергой и отрицает. Он отрицает, потому что ему сказано отрицать. Врач этот, он депутат от «Единой России», и он совершенно интегрированный в путинскую систему человек. И он скажет то, что ему будут говорить, то, что ему сверху сказано, то он и говорит. Поэтому это абсолютно ничего не значит. Конечно, мы нормально слышим? Да, ну, немного вы пропадаете, но сейчас уже лучше. Слышим вас. Да. Например, в прошлом отравлении тоже не было никакого обсуждения российских властей, что это именно отравление. Да, ну вот продолжая этот разговор, на ваш взгляд, почему пустили самолет, немецкий самолет, медицинский, в воздушное пространство, даже дали ему сесть для того, чтобы не разрешить транспортировку Алексея Навального в Германию? Вот что это может означать? А по всему похоже, что вчера собирались его выпустить. И даже Песков выступал на пресс-конференции и говорил, что они даже посодействуют вывозу Навального за границу. Ну и надо сказать, что они в прошлый раз тоже содействовали, когда ему плеснули в глаз зеленкой с кислотой. И он почти потерял зрение, то он был под, тогда, по-моему, под домашним, нет, он не был под домашним арестом, он был под подпиской о невыезде. И действительно, в тот же день ему выдали за гранд-паспорт и позволили выехать в одну из лучших клиник Европы для того, чтобы лечить глаз. То есть такое бывает публично, российская власть как бы пытается содействовать и выглядеть гуманистической. Поэтому такое ощущение, что вчера они собирались еще как бы содействовать его выезду. Но, видимо, сегодня, когда они там разобрались, кто отравил, чем отравил, и когда как бы внутри них произошла дискуссия, что если сейчас его отпустить в Германию, то сразу выяснится, что это яды, которые используются в спецслужбе или еще что-то типа того, то они приняли другое решение. Вот моя гипотеза такая. Ну вот вы сказали о том, что Петр Верзилов был отравлен после того, как устроил акцию во время чемпионата мира по футболу. На ваш взгляд, если следовать этой логике и продолжать вот этот курс, что сделал Навальный? Почему сейчас решили так с ним поступить? Опять вы предлагаете мне залезть в голову, заняться кремлинологией и попытаться понять логику принимаемых этих решений. Ее понять невозможно. Люди там живут совершенно в своем отдельном мире, без какой-то связи с реальностью. У них солдаты НАТО на границах вот-вот уже вступят. У них Америка и Запад желают нам зла и только и думают, как нас развалить. У них в голове абсолютно другой мир. Какая-то смесь середины 70-х и 80-х и вообще какого-то вымышленного мира и еще и вообще конца 40-х. Поэтому совершенно непонятно, что у них в голове и что они делают и почему. Здесь нельзя предположения сделать. Поэтому я не знаю. То есть предположений даже у вас нет? Почему именно сейчас? И как это вообще может быть связано? Кто-то говорит про единый день голосования предстоящий и что его вывели из игры именно поэтому? Да нет, незначительные выборы. Нет ни одних значительных выборов в этом году. Ни в Москве, ни в Питере нет избирательных кампаний. Выборы в городскую думу города Воронеж, конечно, при всем уважении. Мы занимаемся этими выборами. У нас есть там кандидаты. Но это не повод травить лидера оппозиции или одного из лидеров заметного такого человека публичного, что сразу реагируют все мировые лидеры, основные. Германия, Франция, США. Это из-за выборов в городскую думу Воронежа не делается такое. Я думаю. Хотя мы не можем знать. Может быть в городскую думу Воронежа идет какой-то очень приближенный человек к какому-то сыну, заместителю начальника ФСБ. И они решили таким образом. Мы не можем знать, что там происходит. Это одна из главных проблем такой вот информационной автократии на третьем десятке ее жизни. Это полная непрозрачность принятия решений и нелогичность. Мы не можем знать, что они сделают завтра. Потому что они живут в вымышленном мире. Вы в 2013 году были заместителем руководителя, как я уже сказала, избирательного штаба Алексея Навального на выборах мэра Москвы. У вас дороги разошлись с ним по идеологическим соображениям? Да нет. Я бы и не сказал, что они сильно разошлись. Просто мы перестали работать вместе в штабе. Мы занимаемся деятельностью какой-то более-менее смежной. Очень похожей. Занимаем политические позиции с некоторой разницей. Но это вообще к этой ситуации не имеет ни малейшего отношения. Ну да, мы с ним там дискутировали, надо ли бойкотировать выборы или надо на них ходить. Но это совершенно нормальная внутренняя дискуссия. Она приходила в целом в уважительном ключе. И никакого отношения к этой ситуации она не имеет. То, что его отравили, это ужасно. Я надеюсь, что он скорее выздоровеет, и мы скорее сможем с ним вернуться к дискуссиям. Любовь Соболя, по вашим словам, сторонница Алексея Навального, как известно, Любовь Соболь, она говорила о вас, что вы работали на мэрию. И как на ваш взгляд? Ну, вы это отрицали позже, но на ваш взгляд, для чего это было сделано? Все-таки, если вернуться в то время? Я не работал никогда на мэрию. Ну, у людей есть разные мнения. Мне не кажется, что это актуально для сегодняшнего дня вообще в каком-то виде. Ну, если говорить о логике, вы как раз сказали о том, что эту логику понять невозможно, но если попытаться вообще на самом деле порассуждать, ведь если смотреть это с точки зрения Запада, ну, Запад разделен и он условен, но тем не менее, ведь любые подобные действия и даже тень подозрений на власть в России, в общем-то, консолидирует Запад против России. Вот на ваш взгляд, это вообще имеет значение для действующей российской власти? Что о них подумают за рубежом? Ведь торговля есть, виды на жительство есть, в конце концов, у чиновников. Виллы даже есть в других странах. Вот это их не волнует? В какой-то степени это имеет значение, но так же, как вы сказали, что нет единого Запада, тут тоже как бы нет единой позиции. То есть у кого-то есть виллы, а у кого-то нет вилл. И мы не знаем, у руководителя вот этого отдела ядов в ФСБ или у какого-то другого, приближенного к власти человека, который может осуществить такую операцию и провел ее, есть у него интересы, нет у него интересов, связан ли он с кем-то, насколько он вообще получает разрешение на такие акции или он действует самостоятельно и сам принимает решение, когда это нужно. Мы это не можем знать. То есть вообще я вот и сам не люблю, и вам не советую пытаться понять логику. Нужно действовать просто по событиям, потому что логика там абсолютно не поддается анализу обычному человеку. Но с другой стороны, ведь даже если проанализировать отравления, которые были, там есть некая закономерность. Посмотрите, ведь, например, они же не отравят, условно говоря, своих сторонников отравят, там лидеров оппозиции или людей с оппозиционными взглядами. Соответственно, есть определенный алгоритм действия, который можно понять, или если не прочитать, то, по крайней мере, попытаться это сделать. Вот как вы считаете? Вот недавно они пытались отравить Скрипаля, как мы знаем, за границей. Ну, это достаточно давно, да. Ну, да. Ну, относительно, ну так, ну, это, ну, понятно, что это какие-то разборки спецслужб, видимо, уже, но потом мы не знаем, что происходит с их сторонниками. Вот недавно умер, внезапно, умер бывший губернатор, которого снял Путин из-за утраты доверия, а он решил подать его в суд, в Верховный суд России на Путина, потому что за утрату доверия вообще-то снимать незаконно. То есть это такое, все этим пользуются, обычно никто не судится, а этот решил посудиться. Подал в суд и внезапно умер, как сказали, от коронавируса. Понятно, что это не такая фигура, как, ну, никто на это не обратил внимания относительно, потому что это, кажется, внутривластный разбор. Сколько еще их там умерло и почему, мы здесь не можем. Поэтому здесь не надо вырабатывать паттерн из-за небольшого количества имеющейся информации. Но если посмотреть на вертикаль и ее работу, то есть, грубо говоря, когда люди предполагают, что Путин знал или Путин не знал о той или иной попытке убийства или убийстве, вот насколько, на ваш взгляд, вообще Путин вовлечен в эти процессы, как человек, который сидит на вершине этой вертикали? Мне кажется, это не имеет никакого значения, сам он лично принимает решение или он не принимает решение. Важно то, что он создал систему, при которой это, возможно, происходит. И он абсолютно ничего не мешает найти людей, которые отравили Навального завтра и переставать. Да, Максим, вы снова пропадаете от нас. Да, на ключевых словах. Становитесь все дальше. Слышу ваши помехи. Сейчас слышно? Да, сейчас слышно. Да. Нет никакой проблемы взять и установить, и завтра арестовать тех, кто отравил Навального. Потому что везде висят камеры, достаточно высокие возможности у следствия. Если бы Путин поставил такую задачу, это было бы сделано. И исполнители были бы найдены, и организаторы, и заказчики. Проблема в том, что даже заказчики убийства Бориса Немцова, уж это бесспорно, уж тут никто не говорит, что, а может быть, оно само. Нет, его убили, и застрелили, и нашли исполнителей. Но ни организаторов, ни заказчиков найдено не было. Ну, они там что-то сказали, что организовал там водитель, но это же понятно, что реальные организаторы и заказчики не были найдены. То есть, это система, построенная Путиным, которая позволяет таким вещам происходить безнаказанно, без расследований. И, значит, мы можем только предполагать, проходит ли у них совещание, где он дает свое окей или не окей таким делам. Может быть, да, может быть, нет. Но это не важно, потому что при его нежелании, если бы он не приятие таких методов, их бы не происходило. Поэтому, конечно, ответственность на нем. 6-7-2-12-93-9, 6-7-2-13-93-9, телефон на прямого эфира. Звоните нам, Максим Кац, у нас на прямой связи политика из России. Да, но в контексте этой истории стали распространяться и, возможно, различные теории заговоров, которые связаны в том числе с событиями Беларуси, что это все было сделано для того, чтобы отвлечь внимание от того, что происходит на территории Беларуси, от протестных настроений там, потому что действительно на протяжении более чем 10 дней мы следим за всеми этими событиями, а сейчас внимание мировых средств массовой информации в том числе, оно переключилось. Вот как, на ваш взгляд, может ли это быть все-таки каким-то образом между собой сцеплено? Хочу четвертый раз за этот эфир призвать вас не пытаться заниматься кремлинологией и понимать их логику. Вы не можете это сделать? Не можете. Вы не поймете. Это может быть так, может быть не так, может он вел расследование какого-то чиновника, который имеет такой инструментарий. Может в Беларуси. Да, об этом как раз и говорят сейчас, что возможно было расследование. Здесь не нужно заниматься предположениями. Есть понятная фактическая ситуация. Человек отравлен, по всей видимости, вот во всех случаях никаких арестов еще не произошло. Хотя, если бы это было на эту политическую волю, они уже бы были. Кто это сделал? Никаких данных даже об открытии уголовного дела нет. То есть, власть не против, что это произошло. Вот это данные, которые сейчас есть. И не надо заниматься спекуляциями. И поэтому, потому, что у них было в голове, какой был план. События в Беларуси можно обсудить, но не надо пытаться провести эти параллели. Это действительно конспирология. Вы же правильно начали свой вопрос с этого слова. Зачем заниматься конспирологией? У нас есть звонок. Примем его. Да, примем. Слушаем вас. Добрый вечер. Ну вот, в очередной раз, не хочу никакие параллели проводить, но вот в очередной раз вот такое субъективное мнение касаясь вашего собеседника, то есть, вот все, что говорит его власть, это неправда, а вот то, что говорит он и прочие оппозиции, это вот так оно и есть. Доказательства в студию по поводу отравления, то есть, есть какие-то заключения экспертов, криминалистов или еще кого угодно. Ну вот тут где доказательства? В конце концов. Спасибо. Видимо, человек, по всей видимости, живет в Латвии или в Эстонии. В Латвии. Мы из Латвии звоним вам, да. Из Латвии, да. То есть, в стране с понятным правовым каким-то режимом, государством, да, где можно в такой вот ситуации ожидать независимую экспертизу, что кто-то проведет экспертизу и даст ответ честный, так или не так, на который можно опереться при дальнейшем введении вывода. В России этого нет. В политических делах в России этого нет. Экспертиза вам напишет ровно то, что ей сказали сверху. Она не будет ничего даже проверять. Она возьмет анализ и потом спросит, позвонит руководству и спросит, что написать в результатах. И что скажут, то и напишет. Поэтому не может быть никакой экспертной операции, никакую экспертную оценку в такой ситуации нельзя. Они вам, пожалуйста, вон они вам объявили уже, что у него нарушение обмена веществ. Ну, все. Поэтому тут нельзя опираться на какие-то официальные экспертные заключения в ситуации с Навальным. Вот если бы он оказался в Германии, что, по всей видимости, я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, тогда можно было бы, да, то есть на заключение немецких экспертов можно было опираться, что они никуда не звонят для того, чтобы дать свою отынку. А на заключение экспертов Омской больницы в вопросе Навального опираться нельзя. И я понимаю, почему заблуждается слушатель, да. Видимо, за сколько уже, 30 лет отсутствия советской власти в Латвии слушатель привык, что вот этого мира из зазеркалья нет. Я предполагаю, да. Там правовое государство. А у нас не правовое государство. Поэтому приходится опираться на то, что мы видим глазами. А глазами мы видим, что совершенно здоровый человек отравился и был отравлен, по всей видимости, вряд ли он сам отравился и попал в больницу и лежит в коме. Вот пусть слушатель вспомнит, сколько его знакомых или знакомых-знакомых или вообще о скольких людей в своей жизни он слышал, которые прошли через нечто такое, что они вдруг на пустом месте шли по улице, бац, упали и в коме. А то нарушение обмена веществ. Не бывает такого с человеческим организмом. Поэтому и делают все выводы, которые делают, все о которых я говорю. Да, еще примем звонок, слушаем вас. Добрый день. Да, добрый. Ну вот, господин Кац, интересно вас слушать. Логики вы, так сказать, не признаете. Интересно, как вы живете. Вот у вас по Булгакову все получается, так сказать. Все внезапно так. И смерть внезапная. А может быть, все-таки есть логика? Может быть, Аннушка развела масло? Просто вы, если будете копаться в фактах, то вы нас запутать хотите. А вот если тенденции... Да, Александр, вопрос, пожалуйста. Нет времени для реплик. Пожалуйста. Тенденции, если смотреть. Вы нас не запутаете. Вот ваши люди сидят. Вот скажите, пожалуйста, что вы ругаете путинский режим? Ваши же люди сидят. Кто Панфилова? Ваша Федоров. Ваша по правам человека. В администрации президента ваши люди сидят. Вы на кого вообще ругаетесь? Спасибо. Спасибо вам. Ваши это что, чьи имеют в виду слушатели? Видимо, я рискнул предположить, видимо, он имеет в виду, раньше они были либералами. А что такое либералы, это вопрос, конечно, очень долгий, но тем не менее, вот такое упрощенное, если понимать. Да, ну, перечисленные люди, конечно, никакими либералами не являются, и уж точно не являются никакой оппозиции. Совершенно интегрированные в систему люди, которые делают то, что делают. Вот. И что, много у нас звонков? Да, слушаем вас. Добрый день. Да. Вы знаете, вот меня удивляет такая синхронность. Не прошло и суток, человек оказался в больнице, дай бог ему здоровья, да, вечером уже сразу митинги по всей стране в разных городах, и в этот же день, значит, Германия и Франция, значит, тоже лидеры выражают, так сказать, по этому поводу какое-то недовольство. Да, Олег, пожалуйста, вопрос задавайте, это не программа для реплик. Это удивляет, понимаете, просто такая лапша на уши. Ну, что вас удивляет, мы живем в глобальном мире, у нас есть, в конце концов, связь, нам не нужно с голубями отправлять посылку. Что-то не прошло, как человек в больнице оказался, а вы уже выводы делаете, вот поэтому вам и не верят. Так, это реплика была, да, Максим. Что должно быть, должны были неделю подождать, что ли, прежде чем реагировать на события, которые, очевидно, произошло, какой-то странный звонок. Вообще, у вас там что, сторонники Путина, что ли, собрались? В Латвии у вас много сторонников Путина нашлось? Это довольно интересно. У нас разные, разные слушатели, разные мнения звучат в эфире, у нас нет предмодерации, поэтому каждый может дозвониться и задать вопрос. Я уж в России давно такого не слышал, то есть, я сколько бываю в эфирах разных радиостанций, в том числе и провластных иногда, таких мнений в России давно уже нет, несколько лет, то есть, люди с таким мнением встречаются только на государственном телевидении, а у вас прям слушатели обычные звонят, любопытно. Не анализировали ту тему, что, например, в диаспорах голосование за Путина и голосование за инициативы, которые выдвигает Кремль, оно обычно показывает более высокий результат, потому что Латвия на конституции, к поправке в конституции, показала результат выше, чем в Чечне, те граждане России, которые живут здесь, проголосовали там 94%, вот вы этот феномен, кстати, не пытались исследовать? Во-первых, скорее всего, это подделали, 94% не может быть, в Эстонии это представлено наоборот. У нас в этом смысле довольно чисто, у нас результаты вообще... Во-вторых, вообще обычно как раз голосование за границей очень антивластное, ну, в других странах, я вот не знаю, что происходит в Латвии, может там хотят, есть, я просто как-то, правда, не в курсе, для меня новость, но вообще обычно голосование в посольство очень наоборот такое, яблоко побеждает обычно, больше, чем Единая Россия набирает. Вот, поэтому, да, это действительно достаточно странно, то есть я такого реально в России давно не слышал, вот даже я несколько раз бывал в последнее время на радиостанциях в небольших российских городах, в Орле, где-то еще недавно я был, и вот чтобы звонили обычные люди и выдавали прям штампы из пропаганды и злились на позицию как бы оппозиционную, я такого давно не слышал, это довольно любопытно. Это как, знаете, на Брайтон-Бич, такой островок Советского Союза, туда многие есть, приезжают, вот там прямо сохранился СССР, то есть вот у вас такое ощущение вернулся в 2013 год примерно, тогда у нас было много людей, машина времени. Машина времени такая. Ну что касается, кстати, хейта, так называемого или критических замечаний, ваш адрес, вы как-то говорили в одном из интервью, что этот так называемый хейт, он увеличился после дебатов, которые прошли на канале у Майкла Наки, дебатов с Алексеем Навальным как раз, вот этот градус ненависти, он стал ниже в отношении вас сейчас, чтобы видеть какие-то тенденции? Это, слушайте, это была наша внутренняя оппозиционная дискуссия, ну, есть там некоторые люди, которые высказывают мнение, ничего страшного, сейчас никакого хейта не наблюдается, наоборот, у меня много зрителей Ютуба, и как-то вроде все хорошо. Ну, можно ли сказать, что после дебатов вы стали популярнее, после дебатов с Навальным? Нет, ну, у меня Ютуб-канал, как бы, который развивается и растет, ну, во время там дебатов и вот событий, когда мы дискутировали с Навальным, он рос, типа, на 10% быстрее, чем в обычное время. Ну, вот сейчас, типа, события в Беларуси, он растет на 30% быстрее, чем в обычное время. То есть, ну, есть какие-то изменения, ну, в целом, ну, как бы, не знаю, то есть, у нас идет какая-то вот это в наше внутреннее такое обсуждение. Кстати, насколько большая команда работает над вашим проектом в Ютуб-канале? Не такая большая, около 10 человек. Вы тоже говорили в одном из интервью о том, что о своих ошибках, скажем так, вы анализировали свои ошибки и сказали, что надо было начать быть добрым раньше, в том числе и в отношении своих оппонентов. То есть, сейчас у вас такая концепция всепрощения в отношении тех, кто вас, возможно, обижал когда-то? Это больно громкие слова какие-то, но я стараюсь, да, сосредоточиться на какой-то общей цели, чтобы в России улучшилась система госуправления, улучшилась система власти, появились честные выборы, честные суды и все вот это прочее, а не на том, чтобы как-то дискутировать внутри оппозиции с теми или иными людьми, которые там на меня по какой-то причине обидят. Или наоборот, что-то нехорошее сказали. Опять же, такие наши внутриоппозиционные российские дела, я не знаю, насколько уместно их обсуждать по латвийскому радио. Но на самом деле российские дела очень востребованы в латвийском сегменте, потому что очень и даже и федеральные, и не федеральные, мы, в общем-то, наблюдаем, что повестка дня, который в России, в Латвии находит отклик даже и среди латвийской аудитории, потому что то, что происходит у вас, во многом касается и нас, начиная от санкций там и заканчивая. Например, тема Алексея Навального и его отравления, она является главной новостью в том числе на латышских порталах сегодня, которые на латышском языке вещают. Понятное дело. Да и не только, сегодня, по-моему, Independent, что ли, вышел на первой полосе с Навальным. Я точно не помню, то ли Independent, то ли еще какая-то из крупных изданий. Так что да, это понятно. Если говорить о том, что происходит в Республике Беларусь, потому что это тема, которая, несмотря на то, что Навальный ее переключил в информационном смысле, но она остается, такой сегодня Тихановская, кстати, выступила в Вильнюсе с пресс-конференцией. Навальный. И вот интересно, что я слышал такую точку зрения, что российской оппозиции можно было бы поучиться у беларусов, потому что без всяких оппозиционных лидеров они собрались и, в общем-то, устроили те протесты, которые Лукашенко не ожидал. Согласны с этим? Есть чему учиться у беларусов? В существенной степени, да, у беларусов очень много чему и стучится, но главное, что у них отличается сейчас от ситуации в России, что у них действительно на этих выборах Лукашенко действительно проиграл, причем очень сильно. То есть, он набрал около 30% голосов на честных участках, включая всю досрочную явку. То есть, в реальности поддержка его там в районе 15-20% находится. И в России пока такого не было. То есть, Путин фальсифицирует выборы, да, вот если это брать голосование по Конституции, то по математическим данным около 24 миллионов голосов было вброшено за вариант «да». Но даже на честных участках за вариант «да» проголосовало 60% избирателей. То есть, большинство пока с Путиным. Это падает, раньше было больше, но пока большинство с Путиным из приходящих на участки. А в Беларуси это не так. И это кардинальнейшая разница. Когда ты реально проигрываешь выборы, но все равно пытаешься остаться у власти, это вызывает намного большее возмущение общества, чем когда ты реально выигрываешь выборы, но чуть-чуть себе увеличил результат или сильно себе увеличил с помощью фальсификации. Поэтому, да, именно, я думаю, это объединило белорусов и создало именно те движения, которые сейчас есть, и медийные ресурсы, и новых лидеров, и объединения, и вот эти вот выход на улицу, все это, на мой взгляд, состоялось из-за того, что слишком очевидно, что действительно проиграл Лукашенко выбор и должен уйти, но цепляется. Ну, вот Координационный совет белорусской оппозиции был недавно создан, вы когда-то состояли в таком же Координационном совете только российской оппозиции, но вы из него вышли. Насколько вообще, на ваш взгляд, эффективны, считаете ли вообще его эффективны такие советы? Ну, во-первых, он был, конечно, совершенно не такой же, там все было по-другому, но дело не в этом. Я думаю, что такие советы очень эффективны. В случае с Россией это давало возможность постоянного общения с разными представителями оппозиции. То есть, например, если вот взять меня и Навального, то тогда мы встречались раз в месяц при заседаниях совета, а вот сейчас мы не виделись с ним семь лет. То есть, я на протяжении последних семи лет ни разу с ним не встречался, и единственный раз разговаривал на дебатах. Это очень плохо, когда люди не контактируют, не происходит обсуждения, то... И это не только я и Навальный, очень многие другие так делают. То есть, люди не встречаются и не общаются. Это, в первую очередь, было тогда в России важно для общения. Сейчас в Беларуси это важно всем для другого. Там есть избранный президент, Светлана Тихановская, президентка, которая, ну, если бы голоса были посчитаны честно, была объявлена бы президентом. А сейчас, так как голоса посчитаны нечестно и бюллетени сожжены, невозможно определить, что она там преодолела 50%, но, тем не менее, у нее есть высокая легитимность. Выше, чем у Лукашенко, который, очевидно, выбор проиграл. И поэтому она вот приняла решение о создании Координационного совета для передачи власти, для обсуждения мирного передачи власти. И это совершенно логичное и понятное действие. Туда вошли уважаемые люди, они настроены, на мой взгляд, очень конструктивно из того, что я видел. Они пророссийские, а не антироссийские, как пытается их сейчас представить пропаганда. И там, со стороны оппозиции, мне кажется, там все очень конструктивно и очень эффективно. Но вы вышли все-таки из российского этого совета, да? Как вы сказали, он был не таким же, но так или иначе он назывался Координационный совет российской оппозиции. Там все было по-другому, действительно, ну, там были выборы мэра Москвы, перед ними были странные дискуссии, и действительно, я вышел, это была ошибка, не надо было выходить. Но, нет, это эффективная история, особенно она эффективна сейчас в Беларуси. В России-то не шла речь о каком-то переговорах с властью или о передаче, нет, в России это была просто такая площадка для общения разных оппозиционеров между собой и принятия консолидированных решений. Тоже было очень хорошо. Но в Беларуси сейчас, конечно, другая ситуация, и там этот орган очень хорош и очень эффективен, и я надеюсь, что у них получится действительно мирный транзит. На ваш взгляд, Лукашенко готов пойти на компромисс, потому что то, что мы слышали от него, даже когда ему кричали, уходи, он сказал, что только если умру, вы сможете это сделать. Соответственно, он уже вот играл на таком уровне. Это блеф, на ваш взгляд, или все-таки он не отдаст власть? Я думаю, что он не собирается отдавать власть. Вообще люди добровольно власть не отдают, особенно люди такого типа. Это пожилой автократ с 30-летним политическим опытом, и он уже врос, он уже считает, что он и есть Беларусь. Мы в России про такое слышали, что есть Путин, есть Россия. Это действительно, добровольно он не будет отдавать власть. Однако, подобные заявления происходили от всех диктаторов, автократов, или даже лидеров просто, которые сталкивались с подобными ситуациями. То есть, если мы вспомним Януковича, например, в Украине, он тоже выступал с подобными речами. И даже недавно выходила в интернете такая компиляция, очень похожие слова они говорили, похожие интонации с Лукашенко. Или Слободан Милошевич в 2000 году при смене власти в Югославии, при революции бульдозеров, так называемый, тоже выступил с совершенно такой же речью о том, что он не уйдет, власть не отдаст, и что все, кто против него, это представители НАТО и Америки. Это все совершенно типично для постсоветских диктаторов, стран бывшего соцлагеря, или даже советских республик, бывших, совершенно обычно, и ни о чем не говорит. То есть, что будет дальше непонятно. Я думаю, что он не может удержаться, что он не удержится, что в течение следующих недель так или иначе там начнется транзит. А что касается России, потому что первые дни после начала протестов даже по федеральным российским каналам, если судить очень субъективно, была растерянность. Они не понимали, как эту информацию подавать, и разные федеральные каналы по-разному все это дело освещали. Сейчас есть некое ощущение, что все-таки Кремль вступил в игру, и уже и более такая четкая информационная политика. Ну, в частности, там 60 минут программа, которая показывает о том, что все, кто вышел против Лукашенко, это наркоманы, потому что у них есть татуировки, и они имеют отношение к криминалу. Кремль вступил в игру, он будет удерживать Лукашенко, стараться ему помочь? Ну, тут опять предлагается заняться кремлинологией, но здесь немножко по публичной информации можно что-то оценить. Кремлю было непросто в начале, потому что Лукашенко разыгрывал антироссийскую карту всю свою избирательную кампанию. Он ведь арестовывал вот этих вагнеровцев, рассказывал, что Россия собирается вмешаться, что он будет защищать суверенитет от России, то есть он антироссийский лидер, и во всяком случае по своей риторике, и он, вот Тихановская намного более пророссийская, чем Лукашенко, во всяком случае в риторике последнего времени, и поэтому как бы действительно было довольно сложно взять и начать по телевизору вещать, что это наш друг и все такое. Но потом мне кажется, что там произошла оценка ситуации, стало понятно, что если сейчас Лукашенко свалится в результате этих протестов, то будут большие проблемы и у Путина. Это связано с тем, что Путин очень похоже повторяет действия Лукашенко, то есть, например, вот это трехдневное голосование с огромными фальсификациями, да, это импортируется в Россию из Беларуси, там всегда такое голосование, там давно такое голосование, там действительно никто не считает даже голоса объявляет результат вообще никак не связанный с тем, что ты кидаешь в урну, и в России начали по этому пути тоже идти, то есть была уверенность или было даже не уверенность, а такое убеждение, что так можно удержать власть, что ты можешь просто тупо подделывать результаты выборов, что ты можешь сделать огромную Росгвардию и просто бить всех, кто против, и ты так удержишь власть. Пример происходящих событий в Беларуси показывает, что нельзя так удержать власть, что ты фальсифицируешь выборы, что ты объявляешь результат убедительной победы, но люди все понимают, все видят, самые разные слои общества, от рабочих до хипстеров, от работников IT до прям пропагандистов, работников белорусского телевидения, начинают выступать против тебя, скандировать на встрече с тобой уходи, выступать с забастовками, ОМОН бьет людей, но это только больше людей выходит от этого на улицы и не действует все то, на чем Путин собирался удерживаться сам. И мне кажется, что сейчас они вступили именно в существенной степени поэтому, потому что хочется как-то вот эту вот историю им заткнуть, чтобы не получилось так, что все делал вроде как мы планировали, а все равно упал. Ну вот предприниматель Евгений Чичваркин, с которым мы недавно говорили, он как раз комментируя события в Беларуси отметил то, что Путина часто недооценивают, ну в том числе и западные лидеры, по его мнению. Ну вот вы говорите о кремлинологии, об отсутствии каких-то алгоритмов, о каком-то, наверное, хаотичном поведении российской власти, но не существует ли в ваших словах недооцененности того, что делает власть все-таки? Не, у них есть своя логика, просто пытаться понять ее бесполезно. Если ты не живешь 20 лет в условиях изолированности от внешнего мира и оценки ситуации в мире по ФСБшным красным папчикам, которые тебе приносят и что туда пишут вообще, нет, там есть своя логика, я не говорю, что они вообще не имеют логика, я говорю, что понять ее бесполезно пытаться, потому что она не общечеловеческая, она очень специфичная. Автократ живет в информационном пузыре, есть научная работа на этот счет. Чем больше годы правления, тем более замкнут этот информационный пузырь. Он изолируется от всей информации, которая ему не нравится, больше информации, которая ему нравится, он принимает внутрь этого пузыря. Есть научная работа на этот счет, которая прямо показывает, как этот процесс происходит. И со временем мир, который окружает информационную реальность, она становится никак не связанная с тем, что реально происходит. И он живет в вымышленном... Как Лукашенко, когда он вышел к этим рабочим, он же был крайне удивлен, почему они вдруг против. Потому что в его мире все за. В его мире эти 80% объявлены, и это реальный результат. Он думает, что правда, жители Беларуси, он думает, что большинство, правда, за него, это какое-то небольшое меньшинство, которое против. То есть это вот... И однако жизнь в этом информационном пузыре это очень специфичная история, то пытаться понять, какие решения будут приниматься людьми, которые в нем живут, это сомнительная затея. У нас есть еще звонок, успеем ли мы принять? Да, успеем еще принять звонок. Мы слушаем вас. Добрый день. Слушайте, в вашем гости какой-то бред несет. Ну, какая изолированность России, если свободная информация? Вопрос задавайте, да, это реплики, можно в интеракции. Ну да, вопрос, конечно, повестка дня же, отравление Навального. Хотелось бы послушать, что ваш гость думает по поводу такого сценария, что вообще это отравление с западными спецслужбами осуществлено, потому что, ну, если подумать так критически, то Путину, ну, очень было бы невыгодно сейчас травить Навального, да? Да, мы поняли вас, я ждал этого вопроса, кстати. Удивительно, слушатели у вас, я даже, я вам говорю серьезно, я первый раз за много лет сталкиваюсь с тем, что люди прям говорят пропагандистными штампами, то есть, я раньше думал, что такие люди остались только на фабриках троллей в Ольгина, и они не звонят в эфиры, оказывается, в Латвии они звонят в эфиры, ну, это полный бред, но какие западные спецслужбы? Если говорить про выгодность Путину, да, выгодность, то ему выгодно было в 2008 году перестать быть президентом, потому что первые два срока он провел достаточно неплохо, был и большой экономический рост, он перестал быть президентом, был бы крайне уважаемым человеком, который реально поднял страну и все такое, ему совершенно невыгодно было цепляться за власть с тех пор, и доходить до того состояния, в котором он сейчас, когда он должен фальсифицировать выборы и вбрасывать 24 миллиона голосов, чтобы создать какое-то положительное ощущение о себе. То есть там в общем каком-то человеческом смысле выгодности там не мыслят, там мыслят в каких-то категориях абсолютно с реальным миром не связаны. Изолированность не России от информационного пространства, изолированность Путина. Путин и вообще любой автократ, который много лет у власти живет, в изолированном мире. Он в интернете не сидит, передачу это не слушает, и телевизор, если и смотрит, то там вещают то, что ему нравится, а не реальную картину мира, и он оказывается в пузыре. Поэтому выгодно, не выгодно, это вы не знаете. Может быть, он считает, что вот-вот уже Навальный возьмет и власть, или там, что Навальным управляют из Америки, да, он запросто может это считать, и что он борется со шпионом. Мы не знаем, а может он, не он это считать, а какие-то люди, которые просто имеют доступ к такого рода операциям. Поэтому, конечно, как там, предполагать такие сценарии, да, даже когда Немцова убили, начались эти обсуждения, что, наверное, это провокация, Путину это невыгодно. Понятно, что если оппозиционер как-то пострадал, то это выгодно тем, против кого этот оппозиционер выступал, в первую очередь. Ну что ж, будем мы заканчивать, или еще примем звонок, наш звукорежиссер говорит нам, что на этом наше время подошло к концу. Спасибо вам, что наше время выйти в прямой эфир программы «Абонент доступен». Политик Максим Кац был с нами на прямой связи. Спасибо. Спасибо. Да, всего доброго.